Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Яна Фёдорова. И сегодня я буду выращивать анютины глазки через рассаду. По-другому ещё называется этот прелестный цветочек виола. Землю приготовила, заранее её прогрела в духовке, остудила, чтобы не было никаких сорняков, насекомых. И сейчас будут высевать семена. Вот такую виолу я выбрала, рококо. Я уже такую сажала, это у меня семена ещё с прошлого года остались. Здесь семян очень много, так что мне хватит её даже на этот год. Сверху высыпаю семена. И нужно сверху чуть-чуть присыпать земелькой, примерно на полсантиметра. Глубоко не надо засыпать, чтобы они долго не сидели, чтобы поскорее сходили. Вот так вот. Так, разровняю. Нужно пролить теперь. Всё. Закрываю крышкой, делаю мини-тепличку. И ставлю это на яркий свет, где температура примерно 25-28 градусов. Вот так надо. Для виолы она хорошо будет сходить. Сегодня девятый день, как я посеяла Анютины глазки. И вот начинают семенцы потихонечку сходить. Всё, в таком виде уже можно крышку убирать и ставить на хорошо освещенное место. Семенцам нужен очень яркий свет и равномерный своевременный полив. У ёлы уже появились два и кое-где три настоящих листика. Пора уже её пикировать. Можно пикировать в отдельные стаканчики, а можно и в какие-нибудь рассадные ящички или контейнеры. Я буду вот в этот маленький контейнер рассадный сюда пропикирую. Сейчас выберу такие какие-нибудь хорошенькие, самые крупненькие семенцы. И рассажу их. Шесть штучек я себе взяла. Вот такие очень хорошенькие семенцы получились. Не так уж трудно, в общем-то, выращивать виолу. Сажаю их. У неё такой семенец, как бы, как маленькая розеточка. И вот когда сажаете, старайтесь не заглублять серединку, точку роста, чтобы земля на неё не попала. От этого может семенец потом погибать. Сажаем посмедольные листики и смотрим, чтобы не заглублять точку роста. Вот так ей будет хорошо здесь. Вот ещё одна малышка. Сейчас я их все проливу хорошенько. И будут они у меня здесь дальше жить, жить-поживать и добра наживать. Корешки сейчас расправятся, семенцы приживутся и пойдут в рост. Так, надо поправить кое-где. Да, цветы, красота всегда требует терпения. Сидишь вот так и занимаешься. Ну, что поделать, зато потом много радости от них. Всё, отлично. Рассаде моей виолы уже 70 дней сегодня. Вот она как подросла, распушилась немножечко. Ещё маловатая, правда, но всё равно достаточно хорошо уже развивается. Итак, 3 месяца моей рассаде анютиных глазок. Вот за 3 месяца вырастает рассада. Так что сроки посева надо учитывать, довольно медленно они растут. Всё, их уже можно высаживать примерно на расстоянии 15-20 см друг от друга. И этим летом они уже зацветут. Ну, всё, дорогие мои зрители. Желаю вам хороших, красивых цветов и отличного настроения.